Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдёт о провале российской лунной программы, о призыве Навального идти на выборы и о переходе в провоенный лагерь певца Ромы Зверя. 10 августа Россия запустила к Луне автоматическую межпланетную станцию под названием «Луна-25». Станция должна была выйти на орбиту Луны и отправить на её поверхность спускательный аппарат. Российские официальные и патриотические блогеры писали по этому поводу восторженные посты. Целую оду написал один из идеологов пассинизма Александр Проханов. В системе российских коммуникаций появился новый маршрут – Благовещенск-Луна. По этому маршруту с космодрома Восточный отправилась большая ракета, несущая к Луне аппарат, изучающий множество лунных характеристик – лунной поверхности, лунного притяжения, лунного климата, лунного грунта, лунного излучения и ещё чего-то лунного, о чём умалчиваются водки новостей. Этот старт – начало новой российской лунной программы, второе пришествие России на Луну. Этот лунный проект, разработанный на Земле, включает в себя множество изобретений, фантастических приёмов, технологических схем, открытий в области электроники, робототехники, искусственного интеллекта. Лунная программа – это инструмент превращения земной цивилизации в лунную. Когда идут бои на Купинском направлении, когда русские войска под Херсоном отражают по 10 атак в день, когда дымит и рыхлит со снарядами твердь земной поверхности, мы несем эту цивилизацию на Луну. Этот благовещенский старт – свидетельство чудесной способности России воскресать из мёртвых. «Молекула русского бессмертия, уцелевшая после катастрофы 1991 года, стала множиться, превращаясь в живую ткань». К оптимистическому хору неожиданно не примкнул философ Александр Дугин. Он написал «Не надо беспокоить Луну». И его пожелание исполнилось. Луна-25, как сообщил Роскосмос, прекратила своё существование, столкнувшись с поверхностью Луны. «Это логичный финал для российской космической отрасли, насквозь пронизанной коррупцией», говорит на своём канале оппозиционный политик Максим Кац. «Отправить двухтонную табуретку за 400 тысяч километров и посадить её на ровное место, которого с Земли даже не видно, задача архисложная. В космических делах аварии неизбежны. Это нормальный путь прогресса». Но ненормально, когда об очевидной поломке национального важного проекта людям не сообщают почти два дня. Когда большие чиновники, не желая приносить плохие новости, до последнего скрывают новость о крушении лунной станции. Ненормально, когда в стремлении переложить на других ответственность корпорация «Роскосмос» вновь проявила себя как государственная система в миниатюре. Конечно, уже сформирована особая комиссия из коллективных рогозиных, которая жёстко и строго возьмёт ситуацию на личный контроль. Эта комиссия обязательно найдёт причину провала в каком-нибудь неверном расчёте и назначит виновных. Но ведь все мы понимаем самые очевидные причины космического провала. Этим причинам уже много лет. И все они связаны с коррупцией, утечкой мозгов и распильным финансированием. Похожие выводы делают и другие блогеры. Александр Горбунов. Единственное, что никогда не собьётся с курса и в космосе точно не потеряется – это бюджетные деньги. Они всегда точно пойдут по нужной траектории и приземляться там, где нужно. Автомобильный эксперт Сергей Асланян на канале «Ходорковский лайв» сравнивает стоимость лунной программы со стоимостью другой национальной гордости – лимузина «Аурус». Что такое коррупция? Когда воруют вагон, это лишь кража. Коррупция, когда она является системообразующей, как в России, выглядит иначе. Чтобы украсть не только вагон, а весь состав, необходим большой, дорогой проект, требующий много составов. Под нему выделяется бюджет, и в процессе освоения воруется всё, что получится. Часть вагонов идёт на откаты, часть уходит крыши, несколько вагонов силовикам, а основные составы – себе. В результате в бюджете дыра, деньги тратятся до последней копейки, вагонов и след простыл, на небосводе Форбса появляется очередной олигарх, страна гордится мегапроектом. Лунная программа современной России, ввиду её своевременности, крайней необходимости, бюджетного финансирования, как раз и есть пример нынешней русской коррупции, поскольку на престиж в стране денег не жалко, население срочно гордится. Анализ госзакупок даёт представление о стоимости лунной затеи. В открытых источниках остались следы тендеров на 10 миллиардов 300 миллионов рублей, без учёта стоимости ракеты. Ракету построили примерно ещё за 2 миллиарда 200 миллионов. Итого престиж избавил бюджет от 12 миллиардов 600 миллионов рублей. Население в восторге, Америка посрамлена, Байден под капельницей, Китай вновь боязливый друг. А 12,6 миллиарда это много или мало? Для сравнения, проект спасения национального престижа в автомобилестроении «Аурус» по состоянию на 2017 год оценивался в такие же 12,7 миллиарда рублей. То есть научиться ездить по прямой и слетать на Луну по откатам сопоставимо. Космические успехи были сейчас крайне необходимы пропаганде, отмечает оппозиционный политик Михаил Ходорковский. «Роскосмос» подтвердил падение Луны-25. Не самое трагическое сообщение на фоне ежедневных убийств путинскими войсками сотен людей на территории соседней страны. Тем не менее, это серьёзная пропагандистская неудача режима. Всем понятно, такой запуск в момент ожесточённой и неудачной войны, момент начинающегося полноценного экономического кризиса носил характер исключительно пропагандистского мероприятия. Мол, у нас всё в порядке. Не в порядке, конечно. Люди гибнут, экономика разрушается, захваченные территории виснут в тяжелейшие гири на плечах беднеющего населения. Кадыровы и Пригожины поднимают головы. Идут репрессии от Навального и Яшина с Карамурзой, до Геркина и Милканьянца с Кагарлицким. И только у Кремля всё окей, лунная программа, марсиане хреновы. Так вот, даже символика подвела. Тормозной импульс сильноват оказался и жёсткая посадка. Советскому режиму такие пропагандистские кампании удавались лучше, отмечает журналист Сергей Пархоменко на канале «Живой гвоздь». Захотелось чем-нибудь погордиться, потому что мало есть предметов для хвостовства, потому что мало есть успеха за это время. Есть только проигранная война, проигрываемая с каждым днём всё больше и больше. Есть погружение в изоляцию, есть рассыпающиеся связи, есть прекращающиеся отношения с окружающим миром. Нужно что-нибудь быстро сейчас продемонстрировать. Вот что можно продемонстрировать. Учебник по истории, принципиально новый, который полностью всё переосмыслил. Ну и вот это. Тем более, что есть воспоминания. Раньше хорошо работало. Гагарин полетел, смотри, как отлично получилось. Весь мир был в восторге, аплодировал. А до этого спутнику аплодировал. А после этого космические станции аплодировал. Выходу в открытый космос, тому сему. Как отлично это работало. Это дешёвый, как кажется, простой, понятный. На самом-то деле, ведь эти гигантские деньги, которые тратятся на эту лунную программу, они не такие уж и гигантские. Если сравнить их, например, с войной. Если сравнить их с тем, что разворовывают. Если сравнить их со стоимостью каких-то чудовищных, колоссальных инфраструктурных проектов, навязанных идеями оккупации, приращения территории и так далее. В принципе, это не очень большие деньги. Сколько бы ни говорили о том, что вот транжир. Да нет, ничего особенного не транжир. Другое дело, что впустую это. Единственное, что умеет нынешняя Россия, это полить в белый свет кап в копеечку. Пишет публицист Илья Вайтсман. В Чернигов по мирному населению ракетами у них попадать получается. Убивать они умеют и делают это с удовольствием. А вот на Луну – никак. Руки у них из тазобедренных суставов. И вообще они не про это, они не на то заточены. Вот если бы и на Луне жители были, убивать бы их смогли. А научную мирную станцию запустить – никак. Настолько никак, что я не понимаю, зачем на этот рост не космос, хотя бы копейку выделяют. Но и на военном поприще России гордиться нечем, отмечает на своем канале украинский публицист Денис Казанский. Путин пытался делать вид, что он построил такую супердержаву, вернул России былое могущество, воссоздал империю, способную покорять космос и завоевывать соседние государства. Но реальность показала, что все это абсолютный фейк и расставила все по местам. Вторжение в Украину позорно провалилось. Россия показала, что она ни на что не способна, увязла в бессмысленной позиционной войне. Российская пропаганда рассказывала, что Украина ни на что не способна, что она несколько дней даже не продержится. Украину высмеивали. В итоге против этой Украины, которую высмеивали, ничего сделать не смогли, зашли в тупик. Освоение космоса также позорно провалилось. То есть не смогли повторить даже достижения СССР 1976 года. Тогда СССР успешно отправил на Луну такой летательный аппарат. Путинская Россия сделать это не смогла. То есть все события подтверждают, что нынешняя Россия – это слабое, отсталое государство. С горечью смотрит на все это российский политолог Федор Коршененников. Не испытываю ни радости, ни злорадства. Путинизм – это архаизация, дремучесть, технологическая отсталость и развал всего. Это плохо для будущего. Начинать придется с пепелища. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата Свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы. На YouTube-канале «Радио Свобода Лайф». Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Вы слушаете «Цитата Свободы». С вами Аля Пономарева. Несмотря на войну, осенью в России все равно пройдут выборы. Свою позицию в этом отношении высказал из тюрьмы Алексея Навальный, а его соратники опубликовали видео-версию этого поста на его YouTube-канале. Мы, оппозиционные избиратели, должны сохранить привычку и правила ходить на выборы. Рано или поздно в России они пройдут относительно свободно. Мы должны на них победить. Этого не получится, если мы убедим себя, что выборы не имеют смысла и значения, и привыкнем на них не ходить. Я считаю, что в нынешней ситуации нам надо сделать шаг назад и вернуться к стратегии голосования за любого кандидата против «Единой России». Идите на выборы с целью нанести максимально возможный урон партии власти и ее кандидатам. Стратегически мы считаем умное голосование и его участников главным достоянием и лучшей возможностью оппозиции. Но ключевое слово здесь – умное. «Оценив новые обстоятельства, войну и политическую ситуацию, мы должны поступить умно и сделать шаг назад, голосуя за любого кандидата и за любую партию против «Единой России». После публикации этого поста в соцсетях полыхнул скандал. Навального и его команду обвинили в том, что среди упомянутых 40 регионов есть оккупированные территории Украины. Павел Левушкан. «Алексей ошибся, причем очень некрасиво. Никаких 40 регионов у России нет. Крым, Запорожская, Херсонская, Донецкая, Луганская области не являются частью России. И никаких голосований, умных или глупых, там быть не может. Само использование данного числа регионов недопустимо». Соратники Навального в ответ опубликовали список 40 регионов России, в которые аннексированные территории не входят. Скандал ядовито прокомментировал Георгий Албуров. «Мощнейший мозговой центр из войск НАФО и примкнувший к ним ряд платных и бесплатных дебиков не смогли сочетать до 40 и весь день писали, что Навальный признал российскими регионами Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Извинений, конечно, не будет». Но и за рамками этого скандала к стратегии возникло много нареканий. Вероятно, Навальный утратил в тюрьме связь с реальностью, комментирует глава фонда «Русь-сидящая» Ольга Романова на канале MyRussianRights. «Конечно, я просто ставлю себя на место избирателей внутри России, ну и, собственно, я и сама сижу тут с российским паспортом в Германии, теоретически могу сходить в посольство проголосовать. Я, конечно, не буду этого делать. Я очень давно этого не делаю. И не считаю умное голосование хорошей идеей, потому что выбирать между ярым сторонником войны и ярым-ярым сторонником войны. Но это довольно, мне кажется, глупо. Я понимаю, почему такое или иное участие в выборах нужно политикам. Это их профессия. Это их профессия. Это тренировка мышц. И тренировка избирателей, чтобы избиратель привык ходить на выборы. Поэтому здесь у меня нет вопросов к Навальному. Он политик. И он гнет свою линию, которая сейчас кажется очень несвоевременной, вне всякого сомнения. Но он остается политиком электорального толка. Плюс ко всему, давайте помнить о том, откуда он все это говорит, откуда все это пишет. Все-таки связь между тюрьмой, особенно такой жесткой тюрьмой, как у Навального, где нет, в общем, почти никакой связи с внешним миром и, наверное, не чувствуется настроение внутри страны или среди тех самых избирателей. Все-таки оптика меняется, и она очень сильно затуманивается. Стратегия Навального сыграет на руку Кремлю, считает оппозиционный политик Борис Вишневский. Хорошо забытое старое. Навальный, или те, кто пишут от его имени, призвал на выборах в сентябре 2023 года голосовать за любого кандидата и любую партию против «Единой России». Мол, надо сделать шаг назад и снова поступить, как в 2011 году. Напомню, что в 2011 году эта стратегия уже привела в Госдуму множество коммунистов и эсеров, которые потом стали голосовать за закон подлецов, законы об иностранных агентах и другие аналогичные инициативы. А часто и вносить их наряду с единорусами. Ну а сегодня, когда КПРФ, СССР, ЛДПР и новые люди слились в полном единстве, поддерживая Путина и СВО, голосуют за и сами вносят чудовищные репрессивные и запретительные законы, предлагать их поддерживать значит все забыть, ничему не научиться, наступить на те же грабли и поддержать «Единую Россию» и Путина. Потому что перечисленные партии и вообще все, кроме яблока, которое идет на выборы с лозунгом «За мир и свободу», представляя альтернативу политике власти, это лишь разные отряды Путина, отличающиеся только цветом знамен. Если Навальный, которому мы желаем свободы, действительно пишет это из колонии, печально. Но можно хотя бы сделать поправку на его тяжелое положение. А если от его имени пишут его эмигрировавшие соратники, это отвратительно. Кремль стоя аплодирует такой стратегии. Много и иронических постов. Твиттер – вестник стабильности. Вместо прежней тактики «умное голосование» на российских выборах ФБК решила попробовать тактику «безумное голосование». Политолог Александр Морозов на канале «Форум свободной России» называет призыв идти на выборы в нынешней ситуации безответственным. Если громко говорить «идите на выборы», то в такой ситуации, понимаете, это несколько анекдотично. До 24 февраля, до начала агрессии. Это, может быть, еще выглядело как какая-то форма сохранения энергии, гражданской активности. Может быть, потом это пригодится. Но с началом войны это все звучит совершенно как детский сад и никакого отношения к сохранению гражданского общества уже не имеет. Но здесь ничего и не сделаешь. И сказать, что есть какой-то секрет или хорошая форма – нет. Ее нет, потому что несколько обществ в прошлом, в истории переживало такие вот не просто годы реакции, а именно годы военной реакции. И поэтому надо, мне кажется, в лучшем случае можно пытаться что-то сделать в культурной сфере. Пока, во всяком случае. Но призывать людей на выборы… Знаете, кто-то мне написал в комментах, ну как вы, все-таки это хорошо, что, может быть, на выборах можно пропихнуть такого хорошего депутата, как вот такой-то и сякой-то. Но дело в том, что эти депутаты были пропихнуты на прошлых выборах, а на этих выборах они уже в эмиграции. То есть, собственно говоря, все пропихивание свелось к тому, что люди не успели ничего сделать, как против них уже возбуждены уголовные дела, и они, так сказать, либо сели, либо уехали. В этой ситуации, конечно, так сказать, слава героям, что называется, которые пытаются вести политическую борьбу в такой ситуации. Но при этом, надо сказать, что это с точки зрения политических лидеров, на мой взгляд, недопустимые сейчас призывы, честно говоря. А политолог Иван Преображенский считает, что все это не имеет значения. И важнее не перессориться снова по малозначащему поводу. Стратегия команды Навального на ближайший электоральный цикл в России нормальная. Они все нормальные, не надо ругаться. Никаких выборов все равно там нет. Делайте, что хотите, кому как больше нравится. Главное, не делайте вопрос выборов конфликтным, как поступила команда Навального. Вы слушаете цитаты «Свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Солист группы «Зверь» Роман Билык, известный как Рома Зверь, дал концерт в так называемый ДНР для российских военных. Видео опубликовал в Телеграме военкур Семен Пегов. Многие были уверены, что Билык занимает антивоенную позицию. Посты с осуждением вторжений в Украину появились в соцсети о группе «Зверь» еще в феврале 22-го года. Некоторые комментаторы предполагают, что певец мог переобуться под давлением спецслужб. Роман Супер. Так-то пройдет немножко времени, и мы поймем, что Рому Зверя в заложники взяли. Максим Мирович. Скорее всего, чекисты нашли подход к зверю. Как правило, это или угроза, или обещанный большой куш. На какое-то из этих двух предложений Роман и купился. Певица Мария Максакова на канале Александра Плющева считает, что поп-певцам дурит голову спецслужбы с помощью ясновидящей, в которой все они ходят за советами. Террор среды, в которых там они находятся, ну как вам сказать, оттуда надо, с моей точки зрения, было уезжать. Те, которые там остались, подвержены целому ряду факторов, порождающих психозы. Это, кстати, у них видно на их физиономиях, на их спитых, перекореженных рожах. То есть, например, они ходят все повально к какой-то одной ведуньи. Значит, яснослышащий, ясновидящий, ясностучащий. Значит, она сообщила, это такой, знаете, еще эксперимент со времен КГБ, очень развитый, у них вообще все на карандаше были, которые пусть шарлатаны, или кто там какие-то действительно паранормальные способности вроде проявлял, но кто бы то ни был, этим занимался отдельный отдел. И что касается, допустим, самого, наверное, знаменитого кейса с Джуной, есть ее фотографии, как она делится, видимо, опытом по одурачиванию, оболваниванию паствы с агентом Михайловым Гундяевым в миру по кличке Патриарх Кирилл ныне. Ну вот она тоже, видимо, сообщала нужные кому надо инструкции под видом пришедших озарений. Вот такая же ведунья, значит, к ней всем скопом ходила вся песня года в перерывах между золотым граммофоном, видимо. И, в общем, она им сообщала такую выработанную в администрации президента сентенцию, что это все надолго, это все на 20 лет, не меньше, поэтому вам надо адаптироваться. Вот они по мере, значит, своих, ну так скажем, черных каких-то качеств адаптировались с разной скоростью. Есть и те, кто считают поступок Ромы Зверя чистосердечным. Евгений Беляев. Для меня с этим Зверем, наоборот, все встало на места. Скорее было суперудивительно его участие в Серебренниковском фильме и то, как талантливо он там сыграл. В мае 23-го года был отменен концерт группы Звери в Санкт-Петербурге, на Международном экономическом форуме, возможно, в том числе из-за антивоенных постов в соцсети Агруппы. Сейчас эти посты удалены. Многие блогеры уверены, что музыкантам просто не захотелось сидеть на голодном пайке. Михаил Козырев. Хотелось верить, что человек пошел на такой поступок под воздействием обстоятельств непреодолимой силы. Угроза тюрьмы, близкие в заложниках, опасность, что закроют. Что еще может заставить артиста, декларирующего позицию против войны, пойти дорогой по Реченково? Что еще может заставить человека, обеспеченного, успешного, явно востребованного в разных странах, отказаться от пути, по которому пошли Би-2 и многие другие, и выбрать пятно на своей репутации, которое теперь никогда не отмоешь? Не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, но сопоставляя события и факты, уверен, что ответ, увы, банален и прост. У «Зверей» группы из черного списка стадионный концерт на ВТБ-арене в эту субботу. Поездка в зону СВО – плата за этот стадион. И все. Здесь может быть длинное рассуждение о любви к родине, о том, что мои слушатели здесь, о том, что моя страна может быть неправа, но я должен быть с ней. Я слышал это все много раз. Война показала, у кого есть совесть, а у кого нет. И всем нам теперь с этим жить. Рома не злодей. Он просто конформист. Злодеи те, кто принудил его сделать этот выбор. Нет никакой ненависти к Роме. Есть разочарование и горечь. В корыстных мотивах подозревают Рому звери и патриоты. Аким Апачев. Всегда говорил, повторю еще раз, я таким не верю, я таких презираю. Вчера он был против нас, сегодня, завтра. Этот нехороший человек предаст вас при первой возможности. Очень жаль, что уважаемые подразделения встречают этих патриотов хлебом с улью. Другие лоялисты решили считать, что зверь искренне раскаялся и что переход блудного сына в провоенный лагерь можно только приветствовать. Сергей Мардан. По стопам Ромы зверя направился и рэпер Алишер Валеев, известный как Паргенштерн. Он попросил прощения, сказал, что скучает по России и пообещал больше не работать на Америку. Вероятно, настал момент, когда деятели культуры стали требовать, чтобы они более отчетливо выступали в поддержку Кремля, пишет в блогах. Иван Филиппов. Захар Прилепин и прочие Z-авторы, пишущие о культуре, не зря ежедневно ныли о том, что российская культура, что музыка, что кино, что литература не поддержала войну. Что подавляющее большинство актеров, музыкантов и режиссеров не высказались в поддержку вторжения, не зиганули. Кто-то уехал, кто-то попытался отмолчаться. Довольно очевидно, что период комфортного молчания подходит к концу, и делать это теперь будет существенно сложнее. Съездили на Донбасс Павел Деревянко и Рома Билык. Отправил гуманитарную помощь Павел Табаков. Это все первые ласточки. Сейчас таких историй станет больше. Очевидно, око Государева обратилось, наконец, на культуру. И важно понимать, что кроме понятного кнута, профилактических бесед в Минкульте, звонков из центра Э, уже десятки таких историй, государство предлагает молчащим и очень существенный пряник. Государству обратившийся грешник, то есть переобувшийся либерал, выступавший против войны, в тысячу раз ценнее, чем искренне с первого дня зигующий зетовец. Перед переобувшимися сейчас откроются немыслимые ранее возможности. Для многих, полагаю, это станет серьезным аргументом. Другим же будут угрожать выдавить из профессии или из страны. Тоже подействует. По возможности и те, и другие будут выбирать наиболее компромиссный вариант. Сделать что-нибудь гуманитарное для раненых или пострадавших, не говорить вслух о киевских нацистах и не поддерживать именно войну. А дальше будут президентские выборы, и Владимиру Путину понадобятся новые доверенные лица. И возможностей отказаться станет значительно меньше. В условиях, когда сотрудничать с российскими властями становится намного проще, чем сопротивляться, нужно ценить и поддерживать каждого артиста, который этого не делает. Говорит на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев. Вопрос поддержки войны известными артистами, музыкантами, писателями, поэтами очень важен для военной пропаганды. Вроде бы, ну так ли значительно, что там Макаревич, Пугачева или Бутусов думают о войне в Украине? Ну они же не политики. Однако известные артисты не только обладают большой аудиторией преданных поклонников, но и выполняют функцию носителей морали. С их мнением считаются, поэтому их позиция важна. Режим Путина поэтому тратит немало сил на то, чтобы продемонстрировать поддержку войны творческими людьми. Вообще, если мы в целом окинем взглядом ситуацию на музыкальной сцене, то мы увидим, что на самом деле огромное количество талантливых артистов не поддерживает войну. Вот где настоящий раскол. Помимо уже упомянутых, это Гребенщиков, Земфира, Макаревич, Шевчук, Ногу Свело, Каста, Оксимирон, Дельфин и многие другие. Так что, как бы ни старалась российская власть, как бы ни пыжились зет-активисты, пропагандистский тезис о том, что наше дело поддерживают художники, пока приживается плохо. Кстати, мы как публика вполне можем повлиять на ситуацию. Поддерживайте антивоенно настроенных артистов в соцсетях. Говорите им слова благодарности в комментариях. Слушайте больше их музыки в стримингах. Покупайте их мерч. А если вы за границей, ходите на их концерты. Антивоенно настроенных русскоговорящих людей десятки миллионов, даже по самым скромным подсчетам. И вместе мы вполне можем удержать на плаву честных артистов, которые не предали идеи мира, свободы и гуманизма. По-моему, только на таких идеях и может стоять настоящее искусство. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин